Инспирия Новое будущее Олег Овчинников Токс Ты на антибиотиках или права получил? Олег не мог представить, какие еще причины удержали бы Василия от выпивки Да и эти две, зная характер приятеля, звучали неубедительно Да нет, просто бросил Ответил Василий, и Олег, успевший отхлебнуть из кружки, едва не вернул пиво назад Ты что? Откашлившись, спросил он Бросил Завязал Олег скептически изогнул бровь И сколько уже часов Вместо ответа Василий протянул ему руку, как будто показывал, сколько времени Но вместо часов на его запястье Олег увидел черный браслет Вроде тех, что носят спортсмены Это что, какая-то ерунда для фитнеса? Ты шел от метро до кабака 167 шагов? Я не пью 167 дней Ответил Василий Олег еще раз недоверчиво покосился на крошечный циферблат с тремя цифрами Чокнулся со стоящим на столе бокалом апельсинового сока и молча сушил половину кружки Да ну нет Не выдержал он Скажи, что это розыгрыш Василий полтора вискаря не может завязать Его собеседник поморщился, как будто ему напомнили о чем-то неприятном Однако ответил спокойно Не розыгрыш Я больше не употребляю спиртное Но... Почему? Собственный голос показался Олегу беспомощным Не испытывал потребности Но как? А вот это хороший вопрос Василий, наконец, пригубил свой сок И это окончательно убедило Олега, что все происходящее не шутка «Токс», — повторил Олег «Что за странное название? Это какая-то группа, где все садятся в кружок, говорят «Здравствуйте, меня зовут Василий, и я алкоголик», А в конце ведущий рассказывает, как поехал за добавкой в супермаркет и задавил собственного сына?» Вопросы выливались из него с легкостью, которая всегда приходила после первого литра Строго говоря, в этом состоянии Олег уже не очень нуждался в собеседнике Тем не менее, Василий терпеливо отвечал ему, когда приятель замолкал хоть на секунду «Ничего подобного, «Токс» — это закрытый клуб Что-то вроде трехдневных курсов Где вас привязывают к батарее, отбирают весь алкоголь и заставляют слух читать Алана Кара Никто никого не привязывает И пить там можно Понял, пить можно, но при этом вас бьют электрошокером, а в алкоголь подмешивают рвотное И в конце говорят, что если вы еще хоть раз выпьете, вашей жене отрежут мизинец Какой мизинец? Василий закрыл лицо ладонью Где-то такого только насмотрелся Не-не-не, сам себе возразил Олег Вас заставляют пить, пока из ушей не полезет У меня так было с шашлыком Съел однажды два килограмма и потом пару лет не мог на жареное мясо смотреть Все не так Там дают пить, но в пределах разумного И все такое, как сказать, изысканное А-а-а На мгновение Олегу показалось, что он все понял Но когда он тряхнул головой, ощущение прошло Ну, а что тогда? Василий вздохнул Вот смотрю я на тебя, Олежка, и думаю Неужели всего полгода назад и я был таким же... Он запнулся Таким же кем? С подозрением уточнил Олег Надеюсь, ты хотел сказать Красавцем, умницей, душой компании Ну, вроде того Кивнул Василий, но Олег уже успел обидеться Вообще-то ты похлеще, не напоминай Все в прошлом Потом я узнал о Токсе И с этого начались лучшие 167 дней в моей жизни Ну, не считая детства Олег не к месту вспомнил, что уже видел у Василия такие же горящие глаза И слышал такую же искренность в его голосе Несколько лет назад, когда уже под утро Они сидели вдвоем на чьей-то кухне На дне последней бутылки плескались последние 50 грамм И Василий Битых полчаса убеждал Олега отдать их ему Потому что... О, он привел множество доводов Но ни один из них не смог переломить пьяные жадности И 50 грамм в итоге располовинили Так как работает этот Токс? Повторил Олег Не могу объяснить Ты что, дал подписку о неразглашении? Нет, но... Лучше заранее ничего не знать Иначе не подействует Хмыкнул Олег Подействует, но ты останешься без приятного сюрприза Василий положил на стол визитку На лицевой стороне было написано только Токс и номер телефона Сочетание цветов, золотистые цифры на черном фоне Было таким же, как на браслете трезвости Василия Олег перевернул визитку Она оказалась односторонней И убрал в бумажник Ладно, разберемся Сказал он Слушай, а зачем ты вообще меня сюда позвал? За этим Ответил Василий Как раз за этим Хм Тогда я закажу еще одну Предупредил Олег И показал бармену пустую кружку Не зря же машину оставил Честно говоря, я тебе даже немного завидую Улыбнулся Василий Ты еще не понимаешь Какая же это дрянь У Олега Не было проблем с алкоголем Ну, почти Время от времени Он натыкался в сети На списки вроде 10 признаков алкогольной зависимости И с удовлетворением Констатировал, что повода для паники пока нет Он употреблял не каждый день По будням вообще практически не пил Хватало забот на работе По выходным Ну, а как иначе убить эти бесконечные 48 часов Он не всегда допивал Несколько початых бутылок Пылились на антресоле в кухне месяцами Он не высасывал из пальца поводы, чтобы выпить Хватало официальных, любезно предоставленных правительством Да, настроение его поднималось в предвкушении выпивки Но не до дрожи в коленках и потеющих ладошек А умеренно, как перед встречей со старым другом И да, алкоголь давно не вызывал у него рвоту Но ведь это вопрос опыта и самодисциплины Он в любой момент мог остановиться Иногда вставал на просушку Один раз продержался без выпивки ровно сто дней Какой алкоголик так бы смог Так что проблем с алкоголем у Олега не было Ну, почти Но это почти За последние два-три года стало заметно шире Гибче, толерантнее Олег чувствовал это и немного тревожился Поэтому он позвонил по золотому номеру с черной визитки Но скорее для очистки совести В суботу днем, когда ему, вероятнее всего, не ответят И, естественно, после пары бутылочек нефильтрованного Уже набирая номер, Олег понял, что звонит на мобильный Ответили после второго гудка Клуб Токс Сказал молодой мужской голос Чем я могу вам помочь? Первое правило клуба Никому не говорить о существовании клуба Промелькнуло в голове Будь Олег трезвым, он бы повесил трубку Но, как всегда, после первого литра Слова полились журчащим ручейком, стоило ему открыть рот Здравствуйте Один мой знакомый рассказал мне о вашем клубе И я хотел бы... Представьтесь, пожалуйста Олег назвал себя Вы хотели бы посетить наши курсы? Вам повезло, осталось одно свободное место в группе новичков на 8 сентября Новичков? Вскинулся Олег А что, есть и старички? Не в смысле возраста Судя по голосу, мужчина на том конце улыбнулся Ну да, мы уже несколько лет работаем в России И многие клиенты проходят курс повторно Отдельные ветераны уже по пятому разу Получается, ваша программа не очень-то работает Но раз ее приходится повторять снова и снова Напротив, программа работает отлично Но по телефону я не могу рассказать вам больше Ты к вас записать на сентябрь? Олег все медлил, решаясь А сколько это будет по деньгам? Первичный курс 300 евро Шесть литров Джека Дэниелса Машинально перевел Олег и усмехнулся Так вот как это работает Записывайте Можно оплатить картой? Да хоть биткоинами? Как у вас... Все вообще организовано Курс длится три дня С вечера пятницы по утро воскресенья Записывайте адрес Олег послушно взялся за ручку И последний вопрос Сказал мужчина От кого вы узнали о нас? Моего знакомого зовут Василий А фамилия? Олег едва не выпалил полтора вискаря Но слегка напрягшись Вспомнил фамилию бывшего собутыльника Меньшов Василий Меньшов Время от времени Олег, поддавшись модным веяниям Садился на какую-нибудь диету Толку от этого было немного Весь сброшенный вес Возвращался уже через месяц Но очень уж он любил Процесс подготовки к диете Это когда нужно было доесть Все домашние припасы Не вписывающиеся в диетические таблицы По составу Или, прости господи, по колоражу Что-то подобное Олег устроил себе за неделю до курсов С первого сентября Он принялся целеустремленно Уничтожать припасы Скопившиеся на кухонных антресолях Только не доедал их А допивал При этом ему пришлось нарушить правила Не употреблять в будние дни Но и причина была уважительная Вдруг он и в самом деле В скорости Бросит пить Не пропадать же добру Положа руку на сердце Олег не очень в это верил Но в то, что Василий В принципе способен завязать Он верил еще меньше Однако же вот случаются чудеса Вечерние возлияния Никак не мешали работе Наоборот, с легкого похмелья И решения принимались смелее И общение с коллегами В комнате отдыха Протекало проще и веселее А разве стал бы он На трезвую голову Обсуждать с пожилой бухгалтершей Черенки-смородина И расписание электричек По ярославскому направлению Нет, если исключить алкоголь Олег быстро превратится В угрюмого интроверта В четверг он допил все Включая крохотные Сувенирные бутылочки Которые сослуживцы Дарят друг другу Приезжая из далеких стран Чтобы они стояли Под стеклом в серванте Десятилетиями А на пятницу взял отгул Чтобы выспаться И быть в хорошей форме Перед встречей С неизвестным На воротах не было Ни вывески Ни указателя Но когда Олег подъехал К домику охранника Тот молча Поднял шлагбаум Двухэтажное розовое здание С засохшим фонтаном Перед входом Напоминало Бывший советский пансионат Олег объехал вокруг фонтана И припарковался Слева от входа Где уже стояло Несколько машин Когда он поднялся По ступенькам крыльца Дверь ему открыл Другой охранник И также без лишних слов Пропустил внутрь С левой стороны Небольшого холла Был гардероб Бесполезный в это время года С правой Стойка регистрации Как в отеле Дежурившая за ней Миловидная девушка-консьерж Поздоровалась с первой Здрасте Ответил Олег И замялся Не зная, как продолжить Мне Сказали приезжать К шести Можно у вас паспорт? Спросила девушка Да, пожалуйста А платить сейчас? Олег потянулся За бумажником Когда формальности Были соблюдены Девушка протянула ему ключ Ваш номер Двадцать четыре Это на втором этаже Лифта, к сожалению, нет Пока располагайтесь А в девятнадцать Мы ждем вас В банкетном зале Многообещающее начало Подумал Олег Пройдите через рамку, пожалуйста Подал голос охранник И сумочку вашу Можно посмотреть? В номере двадцать четыре Олег обнаружил Стандартный Гостиничный набор Кровать Две тумбочки Столик С зеркалом И висящий На стене Телевизор Брился И принимал душ Он непосредственно Перед поездкой Поэтому сейчас Просто включил новости Чтобы убить Время до банкета Чем еще можно Заниматься В банкетном зале Но вместо Прогноза погоды И биржевых сводок В голову Лезли мысли О том Что ждет его В ближайшее время Воображение Рисовало разное От лекции О вреде алкоголя До обряда Изгнания Алкобесов Хотя Василий Проболтался Что здесь наливают Да и легкое Томление в груди Как перед встречей Со старым другом Говорило о том же Поскорей бы Он буквально Заставил себя Дождаться Девятнадцать И ноль ноль Не хотел Приходить раньше Чтобы Не выдавать Волнения Спустившись На первый этаж Олег хотел Спросить у консьержки Где находится Банкетный зал Но понял Что и сам Найдет дорогу Из коридора Уходящего от лестницы Налево Доносились Звуки вальца Он пошел туда И за распахнутыми Дверями В конце коридора Увидел Банкетный зал За большим столом С белой скатертью Где без труда Разместилось бы Человек двадцать Сидели пока Всего четверо Мужчин Двое Помоложе Олега Третий Примерно Его возраста Четвертый Заметно Старше На вид Ему было Лет шестьдесят Безымянный Вальс Точно Не вальс Цветов Чайковского И не голубой Дунай Штрауса А других Олег попросту Не знал Звучал из колонок Стоявших У дальней стены Комнаты Между колонками Находилась Еще одна дверь Добрый вечер Поздоровался Олег Сидящие За столом Ответили В разнобой А что Скоро Начнется Сами ничего Не знаем Ждем Ответил Сверстник Олега Мужчина С широким Лицом И широкой Костью Олег Сел На столе Перед ним Стояла Большая Плоская Тарелка На Сложенной Уголком Салфетки Лежали Вилка И нож И все Никаких Бокалов Слух Удивился Он И это Настораживает Кивнул Пожилой Мужчина В этот Момент В комнату Вошел Еще один Человек Лет Сорока Пяти Крепкого Телосложения С вьющимися Волосами И Эспанелкой Потому Как он Был одет Вроде бы Обычный Пиджак Смотрелся На нем Будто Смокинг И как Уверенно Держался Было Ясно Что Это Уж Точно Один Токс Токс Ваш Масовик Затейник На Ближайшие Три Дня Добро Пожаловать В наш Клуб Я Извиняюсь А что Такое Токс Спросил Один Из Молодых Парней Судя По Акценту Кавказец Токс Это Международный Проект С филиалами В 27 Странах Мира В России Он Присутствует С 2010 Года Без Запинки Оттераторил Андрей Но Не забивайте Пока Голову У нас Еще Будет Время Обсудить Все Волнующие Вас Вопросы Сегодняшняя Наша Встреча Будет Легкой И Ознакомительной Кстати Давайте Познакомимся Все Присутствующие По очереди Представились С Первой Попытки Олег Запомнил Только Кавказца Давида И Самого Старшего Виктора Борисовича Который Единственный Назвался По Имени Отчеству Имена Не играли Роли Ведь Олег Не собирался Заводить Дружбу Со Случайными Попутчиками А это Весь Народ Или Еще Кто-то Подойдет Спросил Он У Андрея Здесь Все Пять Человек Идеальный Размер Группы Ответил Тот И Расплылся В улыбке Ну что же А теперь Я предлагаю Отметить Наше Знакомство И Мы Начнем С Пива Вот Это Правильный Подход Одобрил Виктор Борисович Только Пиво Я Не Очень Может Чего Покрепче Это Не Просто Пиво Доверительно Заметил Андрей Это Пиво Прямо Из Мюнхенской Пивоварни Темное Светлое Фильтрованное Не Фильтрованное Какое Душа Пожелает Он Взял Со Стола Серебряный Колокольчик Позвонил В него И Громко Позвал Вероника Подавай Включил Амбассадора Про себя Усмехнулся Олег И Представил Типичную Мюнхенскую Официантку В блузке С глубоким Вырезом И Кружевном Переднике Поверх Короткой Юбки С Литровыми Пивными Кружками В обеих Руках Когда Дверь В дальнем Конце Комнаты Распахнулась Он Едва Не Поморщился От Разочарования Привлекательности В Веронике Было Не Больше Чем В Прикроватной Тумбочке В его Номере К тому же Она Была Одного Возраста С Виктором Борисовичем Хотя Кто Разберет Этих Азиаток Угадал Олег Только С Кружками Огромными Запотевшими С Позолоченным Вензелем НВ На Баку Когда Гости Разбирали Пиво На Подносе Осталась Только Пустая Кружка И Бутылка Минеральной Воды Амбассадор Открыл Минералку И Наполнил Кружку До Половины А вы Что же Спросил Виктор Борисович Я Повременю Андрей Улыбнулся И Поднял Кружку Ну За Знакомство